Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала Life.Taro. Спасибо моим постоянным зрителям, спасибо тем, кто заходит и комментирует. Я всегда всё читаю, нет возможности ответить на каждый-каждый комментарий, но я вам очень-очень благодарна. Благодарна за добрые слова, благодарна за пожелания. И для себя вы однозначно точно знаете, что всё, что вы мне желаете, я вам желаю всегда вдвойне. Потому что когда тебе желает что-то хорошее человек, который с тобой не знаком, это всегда вдвойне приятно. И, соответственно, я вам взамен посылаю в два раза больше того добра, который вы даёте мне. Сегодня я для вас сделаю общий расклад, который будет называться «Что есть сейчас в отношениях?» Я потом сформулирую кратко название расклада, но смысл будет такой. Что есть сейчас в отношениях и что будет на тот срок, который вы сами для себя определите. Там месяц, три месяца или, может быть, полгода. Всё зависит от того формата отношений, в котором вы находитесь, загаданным человеком. И почему я делаю такой расклад, что есть на данный момент? Для вас это будет являться неким маркером того, что о вашей ситуации речь или не о вашей. Я сама не знаю, какую ситуацию мне покажут карты. И поэтому, если вы, допустим, загадали какой-то вариант, определились с какой-то позицией, но точно понимаете, что это не про вас на данный момент, не смотрите дальше в итог, потому что это будет не ваша ситуация. А попробуйте пересмотреть другие позиции. И, я думаю, в подавляющем большинстве случаев, как это и бывает, ответ и ваша ситуация находится. Для тех, кто не нашёл свою ситуацию, не отчаивайтесь. Здесь, возможно, во Вселенной пока нет ответа на ваш вопрос, либо, возможно, вы ещё не созрели для того, не созрели и не готовы для того, чтобы получить ответ на свой запрос. Позиций будет 4, как обычно. И сразу хочу сказать ещё такой момент, что здесь не будет долгих, вдумчивых просмотров ситуации. Здесь будет коротко, но по существу. Иногда бывает такое настроение, когда хочется поковыряться в ситуации, но иногда хочется что-то очень коротко, но ёмко. Итак, 4 позиции перед вами. Выбирайте, которая кажется вам вашей. И будем смотреть. Кстати, спасибо за подсказки. В прошлом видео не могла вспомнить название фильма. Конечно, это фильм «Девчата». Прекрасный, шикарный фильм о неком воспитании мужчин. Итак, для тех, кто загадал позицию номер 1. Что происходит в отношениях сейчас? Ну, сразу хочу сказать, что здесь отношений сейчас нет. По причине того, что у вашего партнёра случился раздрай. Не смог выбрать между двумя женщинами. Мужчина здесь... Женщина это не просто, которая там с ним встречается. Вы с ним познакомились, не в браке. Здесь мужчина, у которого очень серьёзные отношения. Здесь может быть либо сожительство, но такое долгое, стабильное. Также здесь могут проходить отношения формальные. То есть буквально мужчина не смог выбрать, что ему ближе, что ему дороже, что ему теплее. Там жена, которая там быт, уют, я не знаю, там чистые носки и кастрюли борща. Либо любимая женщина, которая даёт эмоции, которая даёт удовольствие. Отношения закончились на этой почве. Да, мужчина поначалу также... Его ещё характеристика, который показался таким сначала завоевателем, да я такой, да я такой. И, скорее всего, он себя позиционировал, что я победитель, я сильный, я мощный, я скорый. И если я чего-то хочу, я этого добиваюсь. А потом, когда наступило время принятия решения, тут мужчина встал в стопор, тут мужчина встал в паузу и для себя действительно так и не смог решить, что ему дороже. Брак, либо всё-таки удовольствие, развлечение, наслаждение, секс. Стандартная здесь, в принципе, ситуация, которая заставила вас как третью сторону. Здесь неважно, опять же, даже кто вы здесь находите, в какой позиции вы находитесь, там в позиции жены, либо в позиции любовницы. Здесь факт в том, что у мужчины было две женщины, и женщина, которая узнала о наличии соперницы в этой ситуации, увидев, что мужчина медлит, мешкает, она его оставила вот со всеми его мыслями и со всем его таким тормознутым состоянием, когда он не знает, что ему дороже, что ему важнее, сказала, что всё, на этом точка, и ничего между нами быть не может. Ну, давайте теперь смотреть. Будущее ваших отношений. Будущее ваших отношений. Опять же, со своей стороны, я здесь понимаю, что данная ситуация может подойти очень-очень многим. Но вот с другой стороны, ситуации любовных треугольников, они действительно сейчас, к сожалению, стали очень чисты. Что не проблема в отношениях, так это любовный треугольник, где мужчина сначала кажется таким вот мощным, решительным, а потом в итоге я не тормоз, я медленный газ. А у некоторых вообще тормоза. Ну, давайте смотреть будущее ваших отношений. Ну, смотрите, здесь мужчина, как бы он здесь не боролся за что-то своё, как бы здесь мужчина не пытался здесь показаться, что какой он правильный, что он всё делает, он всё решает, здесь мужчина всё равно даст вам понять, что не готов он отказываться от отношений с вами, что если мужчина здесь молчит, затаился, можете знать, что напишет, объявится, приедет, появится в тот срок, в который вы для себя загадали. Да, ему будет это тяжело сделать, да, это может быть какое-то скупое такое появление, да, как я говорю иногда, что это может быть буквально там точка в сообщении, это может быть там пустое сообщение, там, или пропущенный звонок один гудок и сбросил. Но вы для себя должны понимать, что вот это вот максимально, что вот он из своей какой-то гордости смог сделать. Здесь у мужчины, видите, вот борьба между гордостью своей собственной и между тем, что ему хочется на самом деле. С одной стороны, ему хочется поставить какую-то свою позицию, с другой стороны, он понимает, что без вас здесь он находиться не сможет. Здесь при его появлении, в тот момент, когда у вас будет какой-то диалог с ним, здесь не будет принято какое-то конкретное решение. Здесь буквально, может быть, так, чтобы обменялись фразами и поняли для того, чтобы что-то продолжать, нужно еще будет какое-то время для обдумывания. Потому что у каждого здесь своя собственная правда. Каждый здесь будет стоять на своем, каждый здесь будет отстаивать какую-то свою точку зрения. Но сказать, что шанс для отношений, для начала, для продолжения снова отношений, он вам будет дан. И толчком, движком для того, чтобы все это продолжилось и закрутилось, завертелось, все-таки будет мужчина. Вам со своей стороны здесь я не вижу, чтобы что-то нужно было делать. Да, здесь не переживайте. Появится в любом случае, объявится так или иначе, потому что ему это важно. Просто так отпустить то, что между вами было, те отношения, которые были между вами, мужчина не готов. Значит, не готов, значит, ему это важно. Значит, еще не все, что в ваших отношениях было, еще не все закончилось, и есть еще над чем работать. Во всяком случае, мужчина ваш это понимает. Поэтому объявится, поэтому появится, поэтому как-то вам еще здесь придется повзаимодействовать. Другая сторона вопроса, захотите ли вы дальше вести диалог с данным человека. Потому что какого-то конкретного предложения, какого-то конкретного решения вопроса здесь мужчина вам не предложит. Здесь мужчина выходит на контакт, дабы не терять вас из поля зрения. Для чего ему уже это надо, какие у него подковерные мысли в голове. Здесь пока еще вопрос, и здесь не тема данного расклада. Посмотрите, на канале есть поясняющие расклады к раскладам подобного типа. Что на уме, либо какие-то сокровенные его мысли, желания. Посмотрите, чтобы прояснить. Но здесь, видите, пока цель визита, чтобы не терять связь с вами, чтобы вы никуда не делись из его поля зрения. Это был расклад номер один. И, кстати, карта, которая вывалилась, я подняла. Это, опять же, тот самый туз Пентапли, который мы видели. Шанс на восстановление будет. Насколько вы им уже воспользуетесь, это уже будет ваше собственное решение. Итак, позиция номер два. Что происходит в ваших отношениях на данный момент? Здесь я не вижу, чтобы в отношениях была пауза. Здесь я не вижу, чтобы в отношениях была какая-то стагнация. Здесь отношения развиваются, и развиваются они то вяло, то быстро, то активно, то какое-то есть замедление. Но здесь для вас маркером, по которому вы должны понять, что это именно ваша ситуация, это то, что вы являетесь тем самым двигателем, тем самым локомотивом данных отношений. Что я хочу этим сказать? Если отношения ваши развиваются, только если вы делаете какие-то первые шаги. Вы написали, вам мужчина ответил. Вы звоните, вам мужчина отвечает. Если же вы, допустим, без настроения, либо вы не хотите с ним общаться, хотите его подтолкнуть самостоятельно к каким-то действиям, вы понимаете, что мужчина бездействует. В силу разных своих причин. В силу незрелости, потому что здесь две карты, которые отсылают нас в сторону того, что мужчина еще незрелый, неважно сколько ему лет, ну, незрелый мальчик. В силу, может быть, какой-то его занятости, потому что здесь девятка Пентакли. Ну, по большому счету, знаете, занятость, что я работаю, у меня нет времени, она частенько бывает предлогом для того, чтобы мужчин не проявлять какие-то активные действия в вашу сторону, для того, чтобы не брать ответственность за отношения. У нас мужчины такие нынче, они не готовы что-то делать, развивать отношения, потому что если он начинает что-то делать, значит, с него, соответственно, будет и спрос. И гораздо удобнее занять ту позицию, которую сейчас вот занимает именно ваш мужчина, что это вы первые делаете шаги, это если мужчинку чуть-чуть вы подобидели, то вы первые стремитесь извиниться, попросить прощения, разузнать там, как у него там настроение, не настроение. Здесь самое важное, что в отношениях, что женщина. Женщина пока тянет на себе эти отношения. Женщине здесь хочется, чтобы отношения были, и она всеми силами здесь готова показывать мужчине, как он ей важен, как она в нем заинтересована. Но порой, конечно, здесь тоже нервы сдают. И порой здесь женщине уже тоже хочется проявить свой характер, проявить свою женскую гордость. Но, однако, видите, здесь пока не получается, потому что, как я уже говорила, что если женщина не пишет, не звонит, то, соответственно, и мужчина здесь сидит в полном молчании. Женщина по прошествии определенного времени понимает, что все, если я сейчас и дальше не напишу, то и он не напишет. Не факт, конечно. Для каждого лимит выдержки, он свой. Кто-то может терпеть и два, и три, и полгода в молчании, а потом не выдержать, не написать. Кто-то может гораздо меньше. Ну, женщина здесь из опасности того, что я его сейчас потеряю, если я ему не буду писать, что раз уж так повелось, что я первая, что я главная командующая в наших отношениях, значит, я должна, 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 значит, я должна спасать вот то, что у нас есть. Ну, давайте смотреть перспективу. Что будет в ваших отношениях в тот период, который вы загадали. Если вы сомневаетесь, что мужчина ваш, вот совсем бесчувственное создание, точнее, если вы думаете, да, о том, что мужчина ваш, бесчувственное создание, вы ошибаетесь. Здесь мужчина, который не привык демонстрировать свои чувства, и когда вы отдаляетесь или когда вы хотите его немного наказать, мужчине здесь действительно тошно и одиноко. Почему не делает первый шаг? Опять же, я говорю, здесь причин может быть много незрелости или действительно реальная занятость, но когда вы ему пишете, когда он видит, что вы даете какие-то сигналы на то, что вы хотели бы дальше с ним общаться, либо вам важно там банально, как прошел его день, что у него нового, мужчина здесь очень рад. и пока здесь ситуация так и сохраняется, что до тех пор, пока вы будете нести эти отношения на себе, до тех пор, пока вы будете проявлять лояльность, до тех пор, пока вы будете показывать, что вас этот формат отношений устраивает, и что вы мужчину любите именно таким, какой он есть, до тех пор ваши отношения и будут продолжаться. здесь я не говорю о том, что если вы в ссоре, потому что здесь именно данная позиция для тех, кто не в ссоре, у которых может быть какие-то пробуксовки в отношениях, но, милые девочки, здесь, конечно, все зависит от вас. Вот вы здесь, верховная главнокомандующая в этих отношениях, тянете вы мужчину и отношения на себе. Да, он любит, да, он рад, но не показывает эмоции. Может быть, он считает, что если я женщине нужен, то пусть она мне докажет, вот насколько я ей дорог, насколько я ей важен. Отношения здесь без изменений, да, вот пока вы мягкая, теплая и пушистая, и мужчина будет таким же мягким, теплым и пушистым. Стоит вам взбунтоваться, не писать, и мужчина точно так же будет играть в молчанку. Ну, хочется сказать, здесь мужчина хорошо устроился, всегда приятно видеть человека в отношениях, который готов работать и готов вкладываться. Сейчас вкладываетесь в отношения вы. Не знаю, поменяетесь вы ролями или нет, но пока что имеем, то имеем. Позиция номер три. Что происходит в ваших отношениях? Ну, на повестке дня у нас, конечно, мужчина. Эмоциональный, ранимый, себелюбивый, кокетливый, дамский угодник, но который при этом огромного, раздутого самомнения о себе. Здесь почему-то не об отношениях, здесь о характере мужчины. Здесь вы находитесь в паузе, здесь вы находитесь в паузе, но вы точно знаете, что мужчина здесь себя проявит. Вы понимаете весь его характер, всю его строптивость, но вы точно знаете, что вы ждете не зря, потому что такие ситуации, как у вас сейчас, они уже повторялись. И мужчина здесь действует по какому-то запрограммированному сценарию, и пока этот сценарий сбоев не давал. Мужчина сейчас, безусловно, о вас очень думает. Мужчина, безусловно, даже страдает от дефицита информации о вас. Ему важно сейчас знать, что вы чувствуете, как вы к нему настроены, готовы вы продолжать или нет. Но для вас здесь, я хочу сказать, новый виток, опять же, ваших отношений. Здесь хочется сказать, что снова здорово. Вот после восстановления, и здесь я хочу сказать, что ваше отношение здесь восстановится. После паузы здесь снова будет продолжение. Но здесь снова возобновление того сценария, который у вас был и который у вас повторяется, повторяется, повторяется. Видимо, каждый из вас здесь определенных выводов не сделал. Может быть, мужчина здесь выводы не сделал. Может быть, ваше поведение заставляет его оставлять вас на какое-то время в паузе, в одиночестве, Чтобы потом снова попытаться Исправить Может быть наоборот Ситуаций много И каждый из вас прекрасно знает И примерно для себя понимает Кто в этих отношениях Ложает Я извиняюсь за сленг Но иногда других слов Более ярко описывающих ситуацию И не подберешь Давайте смотреть перспективу Ваших отношений Что будет на тот срок, который вы загадали Ну вот видите Самое-самое Темное время суток перед рассветом Так у вас И сейчас может быть Так даже сложится ситуация Что вот его молчание Или ваша пауза Она даже затянулась по времени чуть дольше Чем это было обычно То есть допустим Вы обычно что если поссорились Вы молчите там неделю А сейчас вы понимаете Что уже две недели Вот и некая вот такая вот Смутная И такое знаете Вот ковыряющее нервную систему Причувствие Что может быть здесь уже точно конец Вот вас Уже начинает подтачивать Но здесь нет Здесь Здесь снова восстановление отношений Но опять же видите Карта прошлого По прошлому сценарию Да и восьмерка Пентакли Здесь об этом же и говорит Что после того Как все нехорошо Да и все мутно Непонятно Все восстанавливается Но в рамках Тех событий Которые между вами были Пока вы с мужчиной Еще не сделали выводы Я говорю Либо оба Либо кто-то из вас И вы не сможете выбраться Из этого лабиринта Повторений Тех самых ситуаций Которые вы уже проходили Да конечно Каждого из вас Вся эта ситуация И все Вот это вот Да Что повторяется Уже выводит из себя Надоело Ну здесь Опять же видите Каждый из вас Тоже хочет счастья Но по его личным правилам Вот может быть Кому-то здесь Действительно стоит Пойти на уступку Здесь каждый хочет Занять пальму первенства И каждому Показать Что вот мои ценности В отношениях Они главнее Чем твои Вот Причем здесь В обе стороны Идет такая информация Ну здесь смотрите сами Помиритесь В любом случае Помиритесь Но имейте ввиду Что Ситуация ваша Будет повторяться Позиция номер 4 Что происходит В ваших Отношениях Чтобы вы понимали Что это ваша ситуация А здесь смотрите Какая ситуация Здесь были И планы Далеко Идущие вперед Здесь может быть Даже Не просто Что мы там С тобой поедем Или мы с тобой Сходим куда-то Здесь были Планы Вот чуть ли не На несколько лет Вперед А потом Произошел Какой-то момент Который вас развел При всем При том Что здесь чувства Есть Эмоции есть Но Ну-ка давайте Давайте я попробую Посмотреть Что здесь явилось Камнем Преткновения Почему-то Почему-то здесь видите На первом плане Идет почему-то Какой-то финансовый Момент Мужчина Мужчина Оказался Несостоятельный Мужчина Оказался Человеком Который Много Фантазирует Но по сути Свои фантазии Он реализовать Не может Но также Здесь Еще Так как Десятка Пентагли Это карта Семейная Здесь может Говориться О том Что Мужчина ваш Несвободный И Обещал Много Планы Строились Такие Взаимные Хорошие А потом В определенный Момент Вы стали Понимать Что Ну вот Не может Он сделать Этот шаг Не может Он Взять Ответственность На себя И Выбрать Уже для себя Что-то конкретное И здесь Получается Что вы В определенный Момент Стали Понимать Что Чаша весов Все-таки Склоняется Не в вашу Сторону Хотя Как я говорю Чувства Здесь есть Восьмерка Кубка Всегда Меня Отправляет К тем мыслям Что Уход Был Но Уход С печалью Уход С тяжелым Сердцем Эта карта Еще называется А раз Такой Уход Значит Есть чувства Значит Есть что Терять Есть Почем Сожалеть Но Уход Вынужденный Да Здесь Какая-то Перепалка Да Здесь Какая-то Борьба Здесь Скорее всего Человек Был Действительно Ему давались Шансы 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 И Вы боролись За чувства Вы боролись За отношения Вот Но Здесь Данному человеку Все-таки Было Проще Бросить Отношения С вами Либо Либо Поставить И Их На Паузу Здесь Я не вижу Четко Здесь Расставание Либо Пауза Здесь Такое Безмолвие И Обдумывание Того Что Случилось Ну И По поводу Денег Здесь Я не буду Особо Пояснять Потому что Финансовые Ситуации Они Каждой Интивидуально По-своему Что строил Планы Допустим Взял У вас денег В долг Чтобы Купить Путевки Там Или Машину Там И Исчез Может быть Здесь Такое По поводу Финансов Я говорю Здесь Сложно В общих Раскладах Говорить Какую-то Конкретику Про отношения Здесь Да Здесь Можно Более-менее Конкретизировать Что Собственно Я И Сделала Ну Вашу ситуацию Вы сами Знаете И о чем Речь Вы здесь Действительно Тоже Знаете И без Меня Давайте Смотреть Перспективу В тот Срок В который Вы загадали Вот именно Данных Отношений Что Здесь Будет Ну У вас Здесь Видите Без Мешательства Третьих Лиц Здесь Не Обходится И Здесь Будут Еще Какие-то Понимаете Такие Вот Робкие Нелепые Попытки Как-то Связаться Как-то Дать О себе Знать Но Восстановление Отношений Вот в тот Срок В который Вы загадали Я к сожалению Не вижу Потому что Когда есть Вот такие Вот влиятельные Третьи лица Когда мы Мечей А это Всегда Опасные Сложные Соперники То Сложно Здесь Надеяться На то Что Все Будет Хорошо Давайте Еще Немного Посмотрим На более Отдаленно Девочки Более Более Дальний Срок Чем Вы загадали Здесь Будет Толчком Для того Чтобы Отношения Ваши Восстановились Но Конкретного Результата Конкретного Решения Вы Опять же Даже Позже Вы Не Получите Здесь Межевание Между тем Что Мне Хорошо И что Мне Выгодно Что Мне Будет Лучше Где Мне Теплее И лишь Мне Не Прогадать Гарантии Здесь Хочется Гарантии Как мы Понимаем В отношениях Никогда Не Бывает Здесь Вот Такое Межевание 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 Человек Выйдет С вами На связь Позже Чем Вы Определили Для себя По срокам Вот Но Вот Это Не 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 Вы Будете Получать Ну Зато За тот Период Пока Молчит За тот Период Пока Здесь Ничего Не Происходит Вы Для Себя С другой Стороны Сможете Сделать Определенные Выводы Нужны Вам Вот Такие Качели Либо Не Нужны Особенно Девочки Обратите Внимание Если Речь Действительно Идет О Деньгах Можно Конечно Многое Человеку Упростить Но Если Человек Пользуется Вами Буквально Как Каким Финансовым Своим Ресурсом То Здесь Стоит Десять Раз Подумать Что Что Им Руководит Любовь Либо Материальная Выгода Ну Здесь По-другому Я и не Скажу Ну А на Сегодня Все Я желаю Всем Счастья Здоровья Любви Конечно Ж До встречи В новых Видео Пока Пока Продолжение следует